Добрый-добрый-добрый вечер всем еще раз у микрофона друг это студия игрокам тв при поддержке team empire начинаем трансляцию матча между командами егэ и коллективом комплексити первую игру колы выигрывали достаточно уверенно в какой-то момент казалось что они могут додавить своих оппонентов но то же самое было например в матче empire против lgd тоже казалось что где-то близка победа коллектива который не является фаворитом здесь так не вышло комплексити кстати против егэ сами забанили течиса просто своими руками типа мы вам его не отдадим банить мы его сами забани и антимаг тоже в бан отлетает от комплексити гейминг в прошлой игре эфир на антимаги по сути просто унизил команду комплексити 760 гпм я думаю все прекрасно понимают что это такое за 30 минут антимаг выформил все необходимое и там шансов каких-то комбэчить не было клинц не мог это делать клинца вариантов никаких дозла тоже кстати у комплексити не было как-то хелпу какую-то оказать клинцу чтобы он просто разваливал подшал угры волн нет этого всего не случилось ранний дезолятор в принципе ранний медальон но реализация всего вот этого ранее купленного оказалось нулевой команда егэм просто тут мощью своей вообще мощью своей организации давит комплексити и показывает что опытные игроки не боятся вот отставания по голде по экспириенсу ну короче говоря развалили сорвавшихся юнцов команда комплексити забрали забрала себе драгон найта на мидлейн дазл или на тоже в их пике судя потому что есть дк в пике лина на мидлейн отправляться не будет тут вариантов несколько в принципе лина все чаще берется в роли саппорта отходит от этой уже ставшей привычной роли керри или оффлейнера тоже использует и мидлейнер лина тоже не всегда заходит то есть лина и в пике особенно первым пиком когда берется пока еще ни о чем не говорит не до конца понятно где данный герой будет использоваться егэ забирают себе таска и нога сайрон тоже в пик команды и вл дженюс по керри что очень интересно что что для фира возьмут игроки команды егэ антимага забанили но есть джаггернаут например для фира есть в конце концов вообще не заслуженно забытый вивер для фира тоже знаете ли одна из визитных карточек как по мне данного игрока для сумаила пока еще ничего не видно возможно это вообще нога сайрон на мидлейн для сумаила вернемся верни мне мой 2014 будет в этом интернешнли 2015 года нага уже спушила за 60 минут в базу всю не помню кто этим занимался по моему кто-то из китая если не ошибаюсь и у нави был вариант тоже благодаря наги закомбечить в матче против команды какой же какой же какой же ехоум по-моему нет ехоум это группа эмпайрович и виртуз про против какого-то китайского коллектива нави имели вариант закомбечить когда сонейка на 24 минуте собрал себя радик будучи саппорта ну тут я не думаю что будут такие варианты нога скорее всего будет использоваться как саппорт таск скорее всего отходит на сложную линию cm много сайрон таск ну и г функциональных ребят набрали есть какие кнопки здесь понажимать да и у команды комплекс эти тоже достаточно скиллов у одного второго да и у третьей подруги тоже прилично стан есть у дк стан есть у лины дазл тоже через пользу нтач какой-никакой дизейбл ими ну по контролю тут и одна и вторая команда нормально же укомплектовал егэ требует дэшника хорошего простого дэшника который просто будет пилить всех руками бан у нас ушел герокоптер и антимаг тоже туда отлетает ну и сф первым же баном от команды егэ чего опасались кого на мид будут отправлять давайте смотреть в принципе темплар ассасин могла бы зайти для сумаила с другой стороны почему бы шторм спириту не зайти для сумаила классика классик дк в пике команды комплекс эти они уже не будут естественно на мидлы никого допикивать ну и самое время мне кажется сумаил взять шторма и спокойненько себе с закрытыми глазами играть посмотрим будет ли висп вообще следующим баном от команды его джиньиусы мм да вот эта история очень рабочая разор плюс нага сайрена это конечно издевательство и свэн без демаджей драгон найт без демаджа к кому к кому в принципе разор присосется тот и будет у нас драться абсолютным рахитом Комбай, я думаю, вы видели уже, если не видели, скажу. Разор бросает статиклинг, Нага Сайрен дает сон. И пока команда соперника спит 7 секунд, все это время статиклинг работает, и Разор максимальное количество дэмэджа высасывает из своего оппонента, и в основном это мейнкерри команды соперника. В итоге мейнкерри становится бесполезным абсолютно. Просто либо, там, я не знаю, сплы какие-то раздавать, но понятно, что мейнкерри, они не ради спылов существуют, либо просто убегать, если есть такие варианты. Зачастую вариантов таких нет. Сетка от Наги сразу же после отжима снаб летит в мейнкерри, и Разор его просто-напросто пополам разбирает. Комплексити, последний бан от них. В принципе, два саппорта есть, оффлейнер есть, и Бладсикер отлетает в маню от команды Комплексити. Неизвестно, кстати, Разор это для Фира на линию, или же это мидлейн будет от Сумаила. Вообще не часто такое бывает, я думаю, что Сумаилу можно допикать, опять же, еще раз повторюсь, того самого героя, на котором Сумаил играет, наверное, лучше всех в мире. Продолжение следует... Ну и минимум времени у команды Комплексити. Кто же отправится на сложную линию? Или кто наоборот будет еще одним саппортом? Вроде как у флейнера не хватает Комплексити. Тимберсоу! Вот это да! Это, кстати, очень давняя история. Как же давно не было Тимберсоу в пиках. По-моему, если не ошибаюсь, вообще первый раз на этом интернешнле данного героя забирают. Мета расширяется. Удивительно. И последний пик от команды ЕГЭ. 40 секунд остается у Ивл Джениус. Тут, в принципе, надо еще либо мидлейн героя, либо керри героя, в зависимости от того, на кого Разора возложит команда ЕГЭ. В ППД 20 секунд, но все про все. Эмберспирит от ЕГЭ. Для Сумаила, скорее всего, мидлейн. Разора-то, я думаю, ФИР. Да, Сумаил забирает себе Эмберспирита на мидлейн. Разора-то, ФИР. ППД берет Кристал Мейден. Юниверс будет играть на Таске. А у И2000 это Нага Сайрон. Со стороны команды Комплексити. Зифрик берет себе Дазла. Мунминдер на сложную линию забирает себе Тимберсоу. ДК идет на мидлейн от Свиндл Мелланс. Сизи будет на Свенни. И... А-а-а, как же тебя зовут, пятый парень из Комплексити? Сизи, Фрик, Свиндл Мелланс, Мунминдер и... Ох, тяжело с этими коллективами, да? Тотс и Деки, попробую запомнить всех. Агрессив, Фэкзет. Кесики. Имбовые. Флай, да, Флай. Как мог забыть? Обычно мог забыть, обычно. Команда ЕГЭ отправляет на мидлейн, насколько я могу понимать, Эмберспирита. Да, пробустили его уже через танго чужие Сумаил. Скорее всего, на мид Разор. Восемь танго себе прикупил. Ну, и Фир в приятной копании здесь будет. Здесь будет ППД, здесь по идее Ауи 2000 должен быть рядом с ним. Ну, и Сетка плюс Колбан. По большому счету, решаются вопросы очень просто. Команда Evil Genius'а с на лайне. А Эмберспирит будет стоять против Драгон Найта. Тоже не самое сложное противостояние для Эмберспирита. Ну, команда Complexity в собственном лесу, вдруг кто придет. Как-то странно, они кучкуются, Баунти Хантер же не ходит здесь. Че вместе так тусовать? Пинганули здесь по Юниверсу. Команда Complexity знает, где находится как минимум один герой команды ЕГЭ. Ну, и здесь есть Вижен, поэтому и Сумаила тоже видят на нижнем лайне. Ну, и на топе. В итоге руну забирает Свиндл Мэланс, внизу забирает ее Сумаил. В общем-то, все нормально. Мидеры забрали свои руны, разошлись. Игрыки по лайнам. Зизи будет фармить нижний лайн, Флай. Он будет его саппортить на линии. Зифрик тоже, скорее всего, к ним вниз. Драгон Найт тут самостоятельно справится. Батлак, кстати, его ДК будет через 40 копеек. То есть один-единственный крип. У Сумаила... Долговато ее не будет. И Сумаил уже пошел агрессивно себя вести. Он уже включил флейер Флингвард. Уже начинает палить крипов. Тут и Свиндл Мэлансу немножко досталось. Короче говоря, рубка достаточно агрессивной должна быть. Уже есть деньги на боту у Свиндл Мэланс. Ну и маны нет. Теперь надо ботлу уже тарабанить себе. Все, курьер побежал. Ну и ФБ Зизи забирает. Убивают Ауи-2000. Окей, будем смотреть. Ауи-2000. Где ж тебя так сильно продамажило? Ловит Лайтстрайкеры. У нас Ауи-2000. Потом еще и Стан от Зизи ловит. Ну и по идее никуда его не отпускает. Триптайт от Ауи. Лайтстрайкеры еще раз под ноги. И Зизи. Последний удар. Свен забирает этот фраг. И ФБ для Свена более чем положительного от команды Комплексити. Вообще они и прошлую игру начали просто великолепно. Перемещается Триплан на топ-лейн. Будет стоять против Фера. Трипла функциональная. Дабла на данном этапе. Дабла функциональная. Стан плюс. Хороший Magic Damage от Лины. Ну и Свен. Во-первых, с руки распиливает. Во-вторых, еще одна степень контроля. Это Штромхаммер, конечно же. Так что, по идее, у Розора траблы будут. Тут надо с пассивкой разобраться. Потому что точечные станы, например, от того же Свена. Достаточно крепко будут переноситься Фером. Зизи стан не давал. Слишком далеко по таворам был Фер. Врываться Зизи не имел возможности. У Зизи уже есть тапок. Я думаю, в принципе, здесь надо очень ранний дэмэдж вывозить Свену. По такому-то пику, по таким вариантам. Надо слишком рано будет справляться с командой ЕГЭ, чтобы они не раскрылись к лейте. Во-первых, здесь Разор, который к лейте очень даже больно бьет. Не только тебя, но бьет Тавара, бьет всех вокруг. И, во-вторых, здесь Эмбер Спирит от команды ЕГЭ. Поэтому жесткая лейте, я думаю, Сумаил свое выформит. А как с Эмбер Спиритом драться, толком и непонятно. Как там Тимберсоу поживает? Мунминдер на нижнем лане, 12 на 4 у него. Замес в лесу команды ЕГЭ тут. Постольку поскольку. Одни вроде хотят подраться, другие не могут. Потом другие не могут. А эти уже... Другие могут, а эти уже не хотят. Ну и Фир потихонечку настреливает своих оппонентов. У него 8 на 4. Крепстат не очень, честно говоря. С учетом того, что у Тимберсоу 14 на 5. У Сумаила 19 на 3. Да и ДК даже 10 на 4. А здесь поставили мейнкерри на легкую линию фармить. А у него не получается. Потому что трипла неприятная. Трипла агрессивная. Дазл имеет вариант, в общем-то, и похарасить со своей рейнджой атаки. Флайп просто. Попк Д должен харасить. Он этим и занимается. Флайп, а топ... Не, Лайтстрайкеры под ноги Фиру. Лох-эпешный Фир, Фир в таверну. 2-0. Начало от комплексити агрессивное. И реализация тоже достаточно внятная от них. Колы по голде проигрывали тут совсем копейки. Сейчас, по идее, вырвутся вперед. По экспириенсу ЕГЭ тоже были впереди на 300. По идее, графики... Должны в ноль шагнуть. Мунминдер в это время 21 на 8 против него. Юниверс 13 на 0. Тимберсон накаляет Юниверса. Уже есть боттл у него. Как там у Юниверса дела? У Юниверса никакого боттла нет. У него стики грейзи. Это все, что позволит ему хоть как-то ману здесь. Немножко себе улучшить. Блин, нас Сумаила. Здесь Флай. Сумаил под Слэймгвардом. Кстати, мог бы Флай просто развалить. А он это и делает. Он привязывает Флай. Сейчас просто ему лицо раскроит. Вот это да. Эмберспирит с полной банкой. Сумаил вообще не боится ничего. Ну и понятно. Флаймгвард, во-первых, спасает от половины того, что команда кол может предложить. А во-вторых, и дамажит оппонентов. И понятно, что, например, та же Лина, бедная, еле ушла оттуда. Пи-Пи-Ди вместе с Ауи начинает фармить крипов в лесу. Отводы не делают, просто... Точнее, да, сделали отводы и просто стоят выфармливают. Не ждут, когда крипы умрут, но чтоб Фир не танковал самостоятельно. Так, ТП на центральную линию. Будет ганки, я так понимаю. Флай видит Сумаила. Почему-то Свиндл Мэлленс не провязал стан. Уже здесь Юниверс на таске. Сумаил привязывать пытался здесь Флай. Драгонформа Свиндл Мэлленс. Стан пошел по Юниверсу. Юниверса можно ловить. Сноубол, если уйдет, то вообще затаскивать его на ХГ собственный. Ну и нормально раздамажили так Юниверса. Но почему-то дальше игроки команды кол не пошли. Наверное, Флай тому причиной, потому что у него 200 хп было. И Сумаил под Флэйм Гвардом, естественно, в хлам бы и уничтожил. И Флай, а потом бы занялся Свиндл Мэлленс. Сумаил уже на мидлейне. 37 на 8 крипстат у него. 35 на 15 у Мун Миндера на сложно. И Свиндл Мэлленс, капитан команды Комплексити и Мидер данного коллектива. 21 на 5. Против 40 от Сумаила маловато. Ну и Нетворс, давайте смотреть. 2800 Сумаил. 2500 Мун Миндер. 2300 Свиндл Мэлленс. Только потом идет Зизи. Ну и Фир вообще у нас, кстати, дальше даже чем Юниверс. Фир на 6 месте по фарму. 18 на 7. Загнали бедняжку. 40 на 20 у Мун Миндера. Но по фарму он, кстати, хорошо держится. Реально хорошо. И по крипам обгоняет своего Мидлейнера, обгоняет своего Мейнкерри. Так что будет здесь Тимберсов вывозить. Я думаю, если будет достаточно ранний Бладстоун, то загнать команду ЕГЭ. Шансы есть. Так, на Мидлейне у нас замес в это время. Драгон Найт разваливает Мун Миндер. Уже сюда на Юниверс. А Юниверс уходит. Поэтому лучше его оставить в покое. Тут Сумаилом стоит заняться. Чины готовы. Ну Сумаил мансит. Сумаил улетает на хэкграунд. Ну и никуда здесь Тимбер в принципе уже не ворвется. А вот Ауи можно и забрать. Хватит ли здесь дэмэджа? Да, дэмэджа хватает. В итоге забирают у нас... Забирают у нас на Гусайрен на центральной линии. Свен в это время умирает от Фира. Ну и что ЕГЭ? Очнулись. ЕГЭ начинает просто разваливать. Сумаила не потеряли. Зато забрали еще и мейнкерри. Ну и здесь по фарму ЕГЭ все. Уже переклонили чашу весов на свою сторону. 300 погалдеть по экспириенсу 500. ЕГЭ начинают давить. Мун Миндер, наверное, чуть ли не единственная надежда команды комплекси по данной игре. Драгон Найт сливается. На миде Драгон Найт толком не фармит. Сумаил в это время почти 50 крипов имеет. Крипстат есть у него. Один килл в его активе. А что есть у Драгон Найта? 32 крипа и одна смерть. Ну и по артефактам. Боттл здесь у него. Чуть-чуть остается до ПТ. Свиндл Мелансу. Здесь, наверное, фазы уже. Эмбер Спириту летят. Нет Аквила для Сумаила. И осталось на еще одни Блэйцев Атак накопить Эмбер Спириту. Есть Боттл, есть Грейжен и Маджик Вонд. Вот Грейжен и Стик, он же и есть Маджик Вонд. Ну и обгоняет почти на тысячу своего оппонента по мидлейну. Тимбер приобретает себе Аркан Буцей. 550 голды на руках. Свиндл Меланс купил себе ПТ. Как там поживает Зизи? Есть ПТ у Зизи. Больше пока ничего не покупал. Ну, следующий артефакт, наверное, это будет Мом и БКБ. Тут далеко ходить не надо, чтобы понять, что Свиндл надо максимально быстро выключить и одного, и второго. И Фира, и Сумаила. Я думаю, по классике смело можно идти к команде Комплексити. То есть это Мом, БКБ и Криты. И если зайдет, конечно, у Свена, то будет круто. Если не зайдет, то команда ЕГ просто поиздевается над Комплексити. Сказать, что такая какая-то убер-комбинация, одна единственная, например, не знаю, Энигма плюс Магнус плюс Гирокоптер. Нет, такого у команды Комплексити нет. Они должны просто хорошо драться и зачастую бить руками. Тот же Свен, тот же Драгон Найт, надо просто стоять и пилить, терпеть и пилить. А Тимбер Сол вместе с Линой должны в файте команду ЕГЭ развлекать всем, чем только можно. Не давать им жизни, по сути. Чины от Сумаила уходят на ХГЭ. Его оставляют в покое, Сумаилы уже должны лететь. Не Фейсбуцы, а ПТ приобретает себе Эмбер Спирит. Неужели сломает систему? Не Фейсбуцы, барабаны, а ПТ и... Ну и барабаны. Или вообще не будет барабанов, тогда супер веселье будет. Девятый левел уже Сумаил. Флейм Гуар третьего левела. Сринг Чейнс тоже прокачаны до максимума четвертого левела данный спелл. Фисты есть. Ну и есть, естественно, Файер Римнант от Сумаила. Это вот своеобразный универсальный телепорт. Вкатывается на Фрика Сумаил. Привязывают очень быстро у нас Дазла. Дазла развалили. И улетает Сумаил прямо за ХГЭ. Сфиндлмэнса оставили в покое. Юниверс отсюда уходит. Сигел провязал Юниверс. И, по идее, никак ДК своего оппонента догнать не сможет. Сумаил далеко не отходит. Через Фисты, скорее всего, будет пытаться продамажить. Дамаги немало, сто с копейками. Плюс под Флэймгвардом все это будет бить. Сейчас, по идее, Сумаил Мэннса можно и забирать. Полетел Сумаил за Сумаил Мэннсом. Ловит сразу же стан. И капитан команды комплексити в таверту. Зизи тоже будут забирать. Прямо в него Айшат. Ульта пошла от Зизи. Его оставляют. Типа, Изи. Успокойся. Уходит отсюда Юниверс. Сумаил, по идее, Зизи сейчас просто уничтожит. Ну и закончилось это все. Ударом от Эмбер Спирита. Эмбер в итоге зарабатывает даблкил в этом файте. Сумаил лоу хпшный, но ничего, по сути, здесь не боится. Ну вообще, по-хорошему, пешком надо отсюда сваливать. Хотя нет, есть виток портала Сумаил. Но сейчас Ремнант оставит, по идее, и уйдет. Регенится на базу. Да еще и можно забрать что-нибудь по артефакту. ЕГЭ выигрывает полторы по золоту. И по экспириенсу 1700 тоже в их пользу. Свиндлмэнс на Сумаила, а он не боится. У него 500 хп меньше половины. И ДК с 1300 на него выходит и уходит с 890. Сумаил, как были, хеллспойнты у него не очень так и остались. Не очень, но сам Сумаил по этому поводу вообще не печалится. Как там Фир поживает? Хедреска для Фира уже готова. Баклера пока еще нет. Фир собирает Мекку. У него есть ПТ. Таск уже с ПТ, а есть Боттл, есть Маджик Вонту Юниверсит. 36 на 0 Крипстат. Мун Миндер меня интересует поболее даже. 73 на 20. У Мун Миндера по фарму все прекрасно. Он вообще первый Крипстат иметь на карте. Обгоняет даже Сумаила. Обгоняет Фира. Живого керри. Тимберсов, Соло сложная. Соло легкая, точнее. Обгоняет. Молодцом. 61 на 9 УДК. Смейл просто надоедливый. Он никуда не уходит. Он при этом постоянно дамажит Свиндл Мэланса. Пошел врыв. Айшард на Свиндл Мэланса. Ну как-то не очень удачно Айшард зашел. В итоге Драгонайт может обойти всю эту ерунду и уйти спокойнее. Себе. ЦМку убили. Свен под ультой. Такую несчастную ЦМ. Доходяжную бабу с лоу КП. С минимум вообще дефа. И просто настреляли. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Гляньте на ЦМ. Вот это я понимаю. Так. В это время Дазла разбирают на мидлейне. В таверну отправляется Зифрек. И еще и Свиндл Мэланс тоже отправляется в таверну. Минус 4 от команды ЕГЭ на мидлейне. Просто зашли под ультой Розора. Быстренько всех по местам поставили. 1500 по голде. 2200 по экспириенсу. Команда ЕГЭ готова спушивать мидлейн. Ауи в это время внизу уже. Седьмой левел для Ауи. Есть у него Аркан Буци. Сейдж Маск. Не очень понятно куда зачем пока что. Возможно Аквилла появится для Ауи. Тоже вещь хорошая. Ну и мидлейн команды ЕГЭ падает. За Денайли. Замес теперь уже на нижней... На топ линии точнее. Сумаила Мана есть. Зизи можно ловить. Чейны тоже есть. Флэйм Гвард есть. Ничего пока Сумаил не езает. По тавер не полез. Скорее всего правильно. Потому что во-первых Зифрик мог бы выхилить. А во-вторых Стан есть у Свена. И разобрать тут с трех-четырех ударов под вышкой Сумаила могли бы игроки команды Комплексити. ЕГЭ выигрывает 3000 по золоту. И по экспириенсу 4 с лишним тоже для Evil Geniuses. Сумаила пытаются зацепить. Стан проходит Сумаила. Он уже после ремнанта. Зизи лохэпэшный. Сноу болт пошел в него. И Сумаил здесь его забирает. Баллус панч на Зизи. Пошел игрок бомб Зизи. У него просто нет ХП. Бедный. Как же ему больно. Мека появляется у Фира. И уходит на лохэп Зизи. Ульту провязал. Но просто чтобы отпугнуть всех. Не подходите. Я больной. Так, конечно, дэмэджа вообще не внес. Сифрик у нас без Шалу Грейва. Еще достаточно долго. Его, по идее, мог и разобрать здесь Сумаил. Ну, далековато он был. Да и Фисты в откате у Эмбер Спирита. Просто фармит. У него уже есть Персверанс. Денег хватает на Клеймер. Мунминдер в это время. Пойнт Бустер есть. На Виталити деньги имеются. Аркан Бустер разбираешь. И в принципе, уже будет Солл Бустер готов. Мунминдеру осталось накопить на рецепт. Гладстоун на Сумаил. Фуловый прилетает на собственный ремнант. Мунминдера не оцепляет. Пошел за Флай. Флай здесь ничего придумать не сможет. Флай умирает. На ХГ Драгонайт. Так, постольку поскольку. Сумаил уже мега киллстрик. Флеймгвард здесь просто чудеса творит от Эмбера. Быстрый, мобильный, жесткий. Дамаги предостаточно. Эмбер Спирит, мне кажется, в этой игре будет главной головной болью команды комплексити. Но что-то у меня есть подозрение, что недолго он будет этой болью. Игра закончится немножко раньше, как команде комплексити надоест. Радиант струкшеники фрико по Сумаилу. И убивают Дазла еще до того, как он Шалу Грейв провязал. На кого-либо, не только на себя. Зизи ловят по таверам. Юниверс готов. Зизи ловят все. Ульта пошла вот ППД. Зизи ловит хэпэшный. Юниверс. Где в это время Сумаил? Сумаил бегает вокруг Ай-Шар. Сумаил не может нормально подраться. Пока что у него есть чейны. Флеймгвард в откате. Ловят Свиндл Меланса. Не под тавром, если не ошибаюсь. Команда ЕГЭ. Дальше. Дальше, дальше, дальше на Свиндл Меланса. Лоха по Юниверсу. Юниверс в таверну. Драгонайт тоже в таверну. Ну и Уикед Сик уже от Сумаила. Ну, Эмбер Спирита отпустили. Дали возможность. Нормально нафармить. И только-только Эмбер Спирит. Купил себе клеймер. У него уже 1к на руках есть. Сейчас Монминдер, если умрет, то это готовый Баттл Фьюри. Это монстр килл для Эмбер Спирита. Даблкилл в этом файте. Ну и по голде он здесь поднял триллион. Нам это не покажут, конечно. Там 18 плюс плашка стоит. На том, что ЕГЭ сделали против команды Комплексити. И уже готов Баттл Фьюри. Прилетает Сумаила. Сам себе настакал Эмбер Спирит. Ну и нормально. Теперь при помощи Баттл Фьюри все это выформить не проблема совершенно. Дальше на Свиндл Мэлендс. ТПД ловит его в колбу. Свиндл Мэлендс сейчас наткнется на Сумаила. Ну и все. Нет, Зефрика ловит Сумаила. Шалугрейх успевает делать на себя Зефрик. Свиндл Мэлендс здесь всей толпой пилят. Он нифига вообще не может придумать. А Сумаил уже гадлайк на Эмбер Спирите. 9-0-4 у этого паренька. Привязывает еще и Зизи. Близко не подходит. Вдруг стан и прочее, прочее, прочее. Зизи с ультой. Ультить нет смысла, потому что Зизи просто сам здесь ульет. Нет, Зизи разультился. Разультился на Юниверс. А Сумаил близко не подходит. Ждет, когда фисты откатятся. Теперь Эмбер Спирит побежал у нас за Зизи. Один удар. И даже без ударов обошелся Сумаил. Сумаил просто флейм вардом уничтожил своего оппонента. Выхилили Сумаила. Дальше, дальше, дальше. Эмбер Спирит просто издевается над командой комплексити. 6-17 счет. У Эмбер Спирита счет 10-0-4. 14-17 фрагов без него не обошлись. Ну и ЕГЭ уже 8К выигрывает по золоту. По экспириенсу 8,5 вы в пользу. Сейчас, в общем-то, такая, знаете, дота-возня. Ничего методичного не происходит. То есть товара там по стольку-поскольку падают. И то флай вообще взялся за товара, когда вы нас уже снесете. Пошел сносить собственные вышки. ЕГЭ не пушат. ЕГЭ просто дерутся. У них это хорошо получается. Они решили посвятить этому некоторое время. Такая, знаете, художественная дота. Ну, сейчас, вот, например, я хочу драться и убивать. Настанет время, когда будет скучно драться и убивать. Я буду сносить товара. Я сейчас буду устанавливать все игры. Команда ЕГЭ 9К по золоту и 11 по экспириенсу. Ну и 20 минут сыграно. Давайте пройдемся по артефактам. Начнем с команды Комплексити. По возрастающей пойдем. Боттл есть у Драгон Найта. ПТ, Брасер и Филинг Блей. Тысяча голды есть у ДК на руках. У Лины 1100. Флайд с Брасером, с Аркан Буцами. Тимберсоу, в принципе, сейчас уже должен быть с Бладстоуном. Летит он мидер рецепт на Бладстоуну. По данной игре я боюсь, как бы он до двух вообще не следовал. Свиндл Мэланса ловит чейный здесь Сумаил. Ульта пошла от БПД. А кого бить Свиндл Мэлансу непонятно. Он просто отсюда улетает. Это, наверное, единственное верное решение. Очень даже круто сыграл в этом случае. Таск приобретает себе Даггер. А у Тимберсоу прилетает Бладстоун. А как Мун Миндеру? Просто идти и фармить? Оставить без фарма Свена? Свен смортит маску. У него рецепт на МОМ еще отсутствует. Хотя идет 21-ая минута. А это не так уж и много. Свен тут полный творче. Просто несчастный Сумаил на Флайе. Флайм Гвард впитывает в себя. Даже Лагуна Блейд от бедняжки Лины Свиндл Мэланс. Без дэмэджа. Фир плюс Сумаил. Дабл килл от Сумаила. Продолжение издевательства. 12-0-5. Дорого будет стоить Эмберспирит, если бы убьют. Ну, если. Тут слово когда даже не могу использовать. Тысяча голды. Падает в копилку команды ЕГЭ и 2000 экспиренций. Сумаил продолжает отжигать. У него уже 2800 на руках. В принципе, криты не за горами. Где-то минуте на 24 Эмберспирит должен быть уже с Дейдаусом по данному матчу. 2800 сейчас. В принципе, где-то 2... Где-то столько же надо до приобретения Дейдауса. С тем, как Эмберспирит фармит героев... Я молчу о крифах. Как Эмберспирит фармит героев команды комплексити. Проблем с Дейдаусом быть не должно, в принципе. Мунминдер неужели будет драться с Сумаилом? Привязывает его Сумаил. Ой, как хочется, да? Руну регенерации Сумаил. Не получилось. Не в этот раз. Мунминдеру она, в принципе, нафиг не нужна. Но не отдать ее сопернику это... Как бы дело чести. Ну что, артефакты мы никак не можем посмотреть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бедный ДК. 23-я минута у ДК ПТ. Брасер и батла. И 1000 голды у Драгон Найта. Ну и батла полная. Лина. Аркан Буци есть. Брасер 1200 на руках у Флая. Наверное, Аганим. Хотя, может, и не он. Непонятно. Тимберсоул. 620 после приобретения Бладстоуна. Бладстоун, кстати, сейчас, мне кажется, будет подгорать. Сумаила убили. Вот это я понимаю. Драгон Найт забирает Сумаила. 1100 голды за него. И в целом, команда Комплексити за Сумаила подняла 2357. 2800 экспириенса. Тавер на мидлейне. Туда в плюс ко всему. Ну и байбекаться Сумаил не будет. Брасперид купил даггер. У него 1900 есть. И Мунминдера могут ловить. Зизи тоже могут ловить. У Зизи нет ульта. Хотя Мунминдера не трогают. 9 зарядов в Бладстоуне. До заубитого Сумаила тут 14 зарядов сверху просто должно быть. У Тиндерсоу в Бладстоуне. Какого парня, а? Развалили. У ЕГЭ 12000 по золоту и по экспириенсу 15 в пользу Evil Geniuses. Первое место по фарму. На данный момент у Эмберспирита. 11500, 9800 у Фира. Дальше 8 у Мунминдера. Только потом идет Свиндл Меланс на пятой позиции и Аш на седьмой Зизи. Нага Сайрен от Ауи 2000 обогнала Свена от команды Комплексити. Я уже молчу о Юниверсе. Натас. У него сейчас будет Форстаф готов после убитого Рошана. Ну там спустя некоторые копейки времени. В Инвизии Юниверс. Увидит Мунминдера. Валус Панч пошел по нему. Альшард, Сноугол. Мунминдер здесь скорее всего и останется. Ну Эфир просто расстреливает нас. Тиндерсоу не стал ждать своей участи. Заденайлся. Эмберспирит забирает Аэгу. Как-то поздновато немножко Сумейл очнулся. Аэгу надо было брать, когда-то Бионгэдлайк стрик отдавал. Это уже было бы честно. Ну это было бы правильно, в принципе. В принципе, мне там кажется, что все понятно, к чему игра идет. Эмберспирит с отсчетом 12-1. Преимущество по золоту 12 тысяч в пользу ЕГЭ. По экспириенсу 15 тоже в пользу ЕГЭ. Ну по сути все лайны, все герои, все перепармливали здесь. У ЕГЭ очень плотно. Нас у Майла врыв. Убивают его, сбирают Аэгу. А у И-2000 вообще не туда прилетел, по-моему. Хотя Фир сейчас Финделменс и Зизи должны уничтожать. Еще один сталк Сумаил. Сумаил прыгает в сноубол. Начинает нарезать Сумаил. Судизримнанты летает. Дамаги, чтобы просто не получать. Зизи лоу хпшный. Зизи погибает. Даблкил от Эмберспирита еще раз. 14-1 Эмберспирита счет. И деньги куда ты потратил. Дезолятор переплетает себе Эмберспирит. Чтобы побыстрее справляться. Нормально. Полторы тысячи золота заработают в этом файте ЕГЭ. И три тысячи по Экспириенсу. Перемещаются на топ-лейн. Будут забирать Т2. Игроки команды ЕГЭ. 14-ка общей сложности преимущества команды Эвил Джиниуса. 16 по... Экспириенсу. Ну, Эфир уже приобретает себе Блэкинг Бар. У него есть Мекка, у него есть Стрингов Аквилла, Драма Фендеранс, ПТ. Много всего. У Эмберспирита есть Дезолятор и 720 свежий от Сумаила. Ну, дамаги, конечно, много Сумаила вносит. У него 200 просто стойки. С учетом дополнительного дэмэджа Дезолятора от пониженного дефа. Тут, конечно, больно будет очень всем. Криты, если будут заходить у Эмберспирита попозже, то с наличием Дезолятора Криты будут просто чокнутым большими. И общины Этворсус у Мейла 1430. Дальше Фир 11.5. Только потом у Миндер на Тимберсоу. Ой, как мало. 9,380 у него. Потом идет Юниверс и Аш, потом Драгонайт. И через много-много денег Зизи у нас. Зизи предпоследнее место по фарму. Он проигрывает только Дазлу в своей команде. Брать Майнкерри, который будет предпоследний по фарму. Это провал провалище провальный. 2 Као Зизи пока ничего не покупает. То ли Мом, то ли на Даггер себе фармит. Но зачем по данной игре Даггер, непонятно. Центральная вычка от команды ЕГ начинает сыпаться. Мунминдра ловит здесь Сумаил. У него две столы уже на руках. Уже, в принципе, Кристаллис где-то на горизонте замаячил. ЕГ отходит. ЕГ пока тянут. Кстати, не очень понятно зачем. У них есть все ульты. У них нормально нафармленные все герои. Эмбер Спирит приобретает себе Кристаллис. Миндр покупает себе Огр Клаб. Блэк Кинг Барс, скорее всего, будет тот у него. Плейт Мэйл оставил. На потом. Если получится Шиву купить, то это будет гораздо позже. Ну, как там Зизи? Все-таки Даггер покупает себе Свен. Решили комплексити, что дело в отсутствии мобильности. Дело в том, что в них врываются они-они. Как я понимаю, решили вот таким вот образом попробовать немножко другую ситуацию. Мне кажется, или у Свена плащ-щит? Да, так и есть. Плащ-щит. Напоминает мне Железного Дракона со вчерашнего стрима. Вот этого. Драгонайт 1-7-1. О чем вообще здесь можно говорить? 2-6-3 идет Свен. 1-5-1 идет Даззл. 3-3 Тимберсоу. Еще кое-как держится 0-3 Лина. И 1-7-1 ДК. 7-24 счет. Не самый разгромный, такое отыгрывалось. Но у команды ЕГЭ есть герои, которыми можно отыгрываться. У команды Комплексити, по-моему, таких героев нет. Свен без артефактов эту игру не перевернет. Свен с Даггером эту игру тоже не перевернет. Команда Комплексити не давит. Я не очень понимаю, почему от этой схемы... Схема сборки, которая в голове у Зизи, он не отошел. Ну и только сейчас Мом появляется на Свена. Что сделает под Момом Эмбер Спирит со Свеном, я боюсь даже представить. Если только не получится убить за Стан, а не получится убить за Стан, но Свен, потому что ни критов, ни хагонета дэмэджем, хоть и большим, но не снесет он героев за 2 секунды, которые длится Стан, молотка его. Поэтому ситуация у команды Комплексити печальная. Команда Эго продолжает пушить, то ли для того, чтобы Эмбера укомплектовать до уровня вообще неубиенного парня, то ли просто потому, что они зануды, пока непонятно. Все, готов Дайдалласу Сумаила. По идее, сейчас надо идти сносить. Мейн артефакты есть, Фризинг Фил через 10 секунд от ЦМки. Сон Наги есть, Разор Сайв Зе Сторм третьего левела причем. Так, Лину поймали, Лину разваливают на реке, Зифрик тоже здесь, мол, хпшный. Но Сумаил через Фисты, по идее, Флая забирает. Уже Дивенейтинг Стрик для Сумаила. Дальше на Зифрика, еще один килл, мега килл от Сумаила. Минус 2, вот ЕГ, 7, 27, ну, пахнет, конечно, ГГшкой, но пока еще команда ЕГ сильно не рвет вперед. У Эмбер Спирита с руки на данный момент 107 плюс 186, ну, слишком много. 300 с руки плюс, крит на 240 процентов. По 700 криты проходят, даже больше, 750 где-то. Под Дезолятором это вообще прям издевательство над соперником. Эмбер Спирит привязывает Свиндл Мэна, Сафир решил разобраться с ним самостоятельно, разваливает его. Туз через Айшат забирает капитана команды Комплексити. И постепенно падает Хайграунд команды Колл, ЕГ уже здесь, ЕГ во всеоружии. Айф Зе Сторм только провезу Нотфира, все остальное пока что не трогалось командой ЕГЭ. Пусть и Фризинг, Филд и Нага вместе со Сном. Внешних Тавров не осталось, поэтому команде ЕГЭ в любом случае надо заходить на Хайграунд. Следующий этап, либо Рошан, либо Хайграунд. Думать нефиг. Эмбер Спирит улетает на вражеские позиции. Здесь совсем чуть-чуть остается до появления Рошана. Команда ЕГЭ, скорее всего, заберет Аэгу для Сумаила Е, отправится себе спокойно на Хайграунд. Вообще долговато они, конечно, тянут. Преимущество у них очень мощное, 22к по экспириенсу. Тоже 26. В комплексе здесь нечем комбетчить, это факт. ЗС без Блэкингбара, поэтому его можно будет контролить. Ну и у Фира уже готов агоним. У него есть Мека, Барабаны, БКБ. И к тому же будет агоним. Мунминдер первый здесь. Эта информация завладеет, если успел прокликать по Фиру. И Мунминдера должны забирать. У него нет маны на нормальную раскастовку. Да и в кулдауне было все. Минус Мунминдер. Он успел все-таки заденать через Блатстол, но ЕГЭ показали, что... В принципе, заходить сюда уже комплексити шансов не имеют. Ходят они вместе, играют более-менее сейвово. Умирать практически не умирали. Семь раз за 34 минуты на всю команду. Это мало. Ну и при этом убивают по многу. ППД 3-1. 17-1 Эмбер Спирит. Таск 3-2. У Наги 0-2-4. У Хауи Ауи. Единственный, по-моему, отрицательный КДА. И 3-1-11 у Розора от Фира. Эмбер Спирит на нижнем лане. Сноубол пошел у нас во Флая. Флайл будут ловить. Ловят Сумаила. Кстати, а Эгита у Сумаила нет. И Сумаила отправляется в таверну. Как больно ему было. Эмбер Спирит куда летит? Летит на нижний лайн. Будет файт. Будут мстить игроки команды ЕГЭ. Уже минус 2. От команды Элл Джинниусс. Теперь без Айф Зе Сторм. Файт против Мунминдера. В Климеркей походит Фир. И Сумаил прилетает. Сейчас один нормальный удар по Мунминдеру. По идее он должен отвалиться. У Сумаила есть ремнанты. Вперед дальше. Цепляет Свиндл Мелланс. Свиндл Мелланс лоу хпшный. Сумаил ловит стан. Свиндл Мелланс убивают. Убивают скорее всего еще и Мунминдера. Если его заберут, то все. Я думаю, что можно заканчивать вот эту игру. Хотя ее и сейчас можно заканчивать. Минус 4 от команды ЕГЭ. Внешних таверов нет. Конечно все лоу хпшные. Но вещь достаточно поправима. У Розора есть меха. Через 25 секунд сам Тимберсов в соло это не сделает. Это я имею ввиду разнесет команду ЕГЭ. Ну и первая линия команды комплексности начинает падать. Привязывают Мунминдра. Криты есть. На деф в принципе Сумаилу пофиг. ЕГЭ уходят с нижнего лайна. Юниверс приобретается. Беллоутос орб. Как там Эмберспирит? 2000 на руках. У ЦМ Глимеркейпы 3000 на руках. У Розора 3000 на руках. После БКБ Аганима, Мекки и Драма Фендер. Ну надо о рефер-шарбе скорее всего задуматься, чтобы зайти так и на спокойном абсолютном настроении. Взять и снести вторую и третью сторону. Сразу же комплексности развернулись. Они шли под смоком. Они хотели навязать драку своим оппонентам и по возможности убить 2-3 героя. Не удалось это им сделать. В итоге теперь придется терпеть. Бибиди в инвизии. Ой, как неудобно сейчас будет. Сон пошел от Наги. Неужели файтиться не будут? Должны. А я госпитал Сумаилу. Должны. Бибиди есть ульта, поэтому сейчас начнется. Где Фризингфилд? Все жду. Бибиди пока не кастует. Пошел Фризингфилд от Бибиди. Как-то вообще не очень. Фризингфилд потеряли Сумаила еще раз. Игроки команды ЕГЭ дороговато. Начинает настреливать уже Фир. Фира есть Мека, если что. Лох-КПшный Фир под Лоту Сорбом. Не забирает Фира. Мекку провязал. Зазил ОХП. И все. И понеслась команда Комплексити в Таверну. На Лох-КП команда ЕГЭ. Тут просто переигрывает своих оппонентов. Последний живой. Это Тимберсоу. Тимберсоу в Таверну. Триплкил от Фира. Даблкил, по-моему, был от... Вот от этой подруги от Кристал Мейден. 1040 зарабатывает Фир. Триплкилом от 1090. Зарабатывает ЦМК. Байбек от Дазла и байбек от Лин. Это шутка, что ли? Вообще есть байбеки у всех игроков команды Комплексити, но они их не делают. В случае того, что ЕГЭ передумают и уйдут отсюда. Фир сам все решает, в принципе, на хайграунде. Не он даже, а скорее АФЗ Шторм. Прыгает Свиндл Мэранс, пытается бить Юниверсо. У него минус 116 дэмэджа. У Фира плюс 140. Ну куда тут и кого, и как вообще бить? У Фира уходит. Дамаги много, но... Загнать-то его могут и очень быстро. 1700 по золоту колы и 3300 по экспириенсу. Ух, китайский коллектив. Команда ЕГЭ 30 с лишним тысяч по золоту. И по экспириенсу тоже 30 тысяч для ЕГЭ. У Комплексити, по-моему, второй раз сливаются. Тут даже нечего как-то анализировать и догадки строить. Проигрывают очень сильно Эндер Спирит, в чьих руках сконцентрировано 20 с половиной тысяч. Это очень серьезный вообще плюс для команды ЕГЭ. У Комплексити такого героя нет. Нагасайрон приобретает себе Алибарду, поэтому Свен уже бесполезный абсолютно будет. У него нет денег на БКБ. Откуда у Зизи деньги на БКБ? 3-8-4 идет парень. Кстати, по убийствам давайте посмотрим. Вся нижняя половина занята полностью командой Комплексити. 4-5-3-8-2-8-1-12. Драгон Найт. 1-12 капитан команды Комплексити. 1, черт возьми, 12. ДК. Даггер есть, Огр Клаб есть, Митрилхаммер есть. БКБ, скорее всего, до конца этого матча не будет. Зашел на хай-граунд. Свиндлмен, стан Фира, выталкивают его. Глиммеркейп взяли на Фира, но по идее сейчас должны нападать ЕГЭ. Сумаил уже близко. Прыгает на даггере Сумаил. Залетает на ХГ. Ниндер съедает дерево или мне показалось? Нет, Ниндер просто там потусил немножко. Минус 2 уже от команды ЕГЭ. Байбэк сразу же от Зизи. Клайв Таверна у него нет байбэка, у Драгон Найта нет байбэка, у Зизи нет байбэка. И это, по сути, good game well played. Команда Комплексити должна падать вниз на коллектив Виртус Про. У них проще выйдет задача, если бы вдруг Комплексити наказали ЕГЭ. Тут на Дизморале Комплексити может быть и достаточно посредственная цель для команды Виртус Про. Забили на топ лейн игроки команды ЕГЭ, но они сделали минус 4. Тут, в принципе, сейчас все должно и закончиться. 3-300 по голде ЕГЭ в этом файте. Ну и все, ГГЭ. Комплексити сдаются, они проигрывают второй матч. И тут просто на классе переигрывает команда ЕГЭ своих оппонентов. Трон падает. Ну, герой этого матча, безусловно, Сумаил. Отстоял очень классно свой лайн. Выформил все необходимое. ГПМ сейчас посмотрим, но, по-моему, там за 700 перевалил. Короче говоря, Эндер Спирит просто в порядке. Здесь случился 697 ГПМ. Чуть-чуть до 700 не хватило. Разор 580. А в составе команды Комплексити. Драгонайт 320. Свен 302. 1.13 Драгонайт. И 3.10 мейн керри команды Комплексити Зизи. Ладно, пожелаем команде Virtus.pro удачи в нижней сетке. Играть им против Комплексити. А ЕГЭ проходят дальше. И выходят ЕГЭ. Сейчас скажу на... Чью пару. ЕГЭ выходят на победителя пары Secret E-Home. А проигравший пары Secret E-Home падает вниз на команду IG. Ну, в принципе, все. Ну что, друзья, тогда небольшой перерыв. Там Сикреты против Е-Home. По графику в час должны начать. Так что 20 минут. И, в принципе, возвращаемся на второй матч этого игрового дня. Очень жаль, что так долго все. Но с другой стороны, что делать? Все, до связи. Субтитры создавал DimaTorzok